Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы продолжаем серию передач, посвященных влиянию протестантов на общество. И человек, о котором я хочу рассказать сегодня, является живым примером того, насколько ценно и важно участие достойных христиан в политической жизни своей страны. Как правило, именно такие люди, они что-то изменяли, порой изменяли радикально в картине общества и в той ситуации, которая слагалась в их время. Говоря о Великобритании XVIII века, мы можем отметить, что это страна, которая была активно вовлечена в работорговлю. Первые африканские рабы были доставлены в Лиссабон португальскими мореплавателями еще в 1452 году, где их были проданы по высокой цене. Вслед за португальцами работорговлей, как весьма прибыльным делом, занялись англичане, голландцы, французы, датчане, шведы. Каждый год к берегам Африки отправлялись сотни судов, и три четверти из этих судов в XVIII веке были английскими. Английские корабли возили рабов не только в Британию, но и в Америку, и в другие британские колонии. Работорговля была достаточно выгодным бизнесом, только за один рейс хозяин судна мог сделать большое состояние. Жадные работорговцы старались взять на борт максимально больше живого груза. И вот именно в эту эпоху, в это время родился и жил Уильям Уилберфорс, человек, который повлиял на ситуацию с работорговлей в Великобритании. Христианином Уилберфорс не был с самого начала. Он вырос в привилегированном обществе, которое своей страстью к азартным играм, скачкам, умопомрачительным нарядам, пьянству и обжорству весьма походило на нынешний Голливуд. Более того, посещая еретическую церковь, мало чем отличавшую от современных либеральных общин, Уилберфорс отвергал божественность Иисуса Христа и, соответственно, ни о какой полноценной духовности тогда говорить в его жизни не приходилось. По светским меркам Уилберфорса ждала успешная карьера. В 21 год он уже был членом парламента. Помимо этого он был хорошим другом Уильяма Питта-младшего, который занимал пост премьер-министра в возрасте 24 лет, стал самым молодым премьером за всю историю британского правительства. Но в октябре 1784 года Уилберфорс отправился в турне по Европе, которое изменило всю его жизнь и в конечном счете его будущую карьеру. Именно тогда, после возвращения в Англию, началось духовное преобразование Уилберфорса. Он начал рано вставать, чтобы читать Библию и молиться. Прошел евангельские преобразования, сожалея о своей прошлой жизни и получив благословение внутреннее и решение изменить свою будущую жизнь и посвятить себя на служение Богу. Внутренне Уильям подвергся мучительной борьбе и стал безжалостно самокритичным, жестко осуждая себя за впустую и растраченное время, тщеславие и его отношения с другими людьми. Именно он считается автором афоризма «Процветание ожесточает сердце». Он смотрел на своих современников, на людей этого же сословия и понимал, что многие вещи для них просто непонятны и недоступны. И Уильбер Форс говорит или начинает говорить о важных духовных вещах. Он мечтает, например, о том, что если бы распространился принцип истинного благочестия, то есть истинного христианства, его влияние на общественную мораль и наше политическое благоустройство было бы поистину неохватным. Такие вот высказывания, такие ожидания в XVIII веке в Великобритании были, я думаю, чем-то важным и особенным. Действительно, если бы это получилось, действительно, если бы это влияние было настоящим, а не формальным и религиозным. Но что касается Уильбер Форса, когда он решил по-настоящему посвятить свою жизнь Христу, вместе с этим пришло желание оставить парламент из-за царящих там распри и распущенности. Но тут большую роль сыграла его встреча с Джоном Ньютоном, автором замечательного гимна «О благодать спасен тобой». Ньютон в молодости до обращения ко Христу лично занимался работорговлей, однако именно он убедил Уильбер Форса, что тот больше послужит добру, если останется в парламенте. «Мы надеемся и верим, что Господь воздвиг вас для блага своей Церкви и всего народа», говорил и утверждал Джон Ньютон. И фактически именно так понял свое назначение Уильбер Форс, когда остался в парламенте и изменил смысл вообще своей деятельности, риторику своих выступлений. Первое, что отличало Уильбер Форса, обращенного уже в веру, это акцент на настоящих христианских ценностях и проявление на практике этих ценностей. Конечно же, работорговля, как одно из самых ужасных явлений тогдашнего общества, больше всего привлекло внимание Уильбер Форса, и он дальнейшую свою жизнь посвятил борьбе с ней. 12 мая 1789 года Уильбер Форс выступил с исторической речью в Палате общин к призыву отмены работорговли. Это, можно сказать, было началом его борьбы, публичной тяжелой борьбы, где он имел мало союзников, и где, казалось, ничто не предвещает успеха. Но 25 марта 1807 года все-таки английский парламент принимает закон об отмене работорговли. Это был первый успех или первый этап той борьбы, которую вел Уильбер Форс. А в 1833 году британский парламент вообще ратифицировал акт о запрете рабства. Фактически на путь к этому документу ушло 44 года жизни борьбы Уильбер Форса. Когда ему сообщили о этом акте, фактически он находился на одре болезни в предсмертном состоянии. Но за несколько дней до смерти он увидел победный итог своей жизни и цели своего служения. И, конечно же, глядя на его биографию, хочется повторить слова из Писания, что этот человек подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру сохранил. Таких людей есть чему учиться для того, чтобы побеждать сегодня. Но некоторые замечания Уильбер Форса, они выглядят пророчески для настоящего времени. Анализируя проблемы тогдашнего общества, Уильбер Форс высказал вполне обоснованные опасения, что близится время, когда от христианства почти так же открыто будут отрекаться на словах, как уже попытались от него избавиться на деле, когда неверность будет считаться атрибутом светского человека, а вера — симптомом слабоумия. К сожалению, такие явления мы наблюдаем в современном европейском обществе. Пророчества и опасения Уильбер Форса, великого борца за равные права для разных представителей социальных слоев, они разворачиваются как картина перед нами. И что делать? Опять занять позицию пассивных наблюдателей, думая, что оно как-то самоустроится, или всё-таки подобно этому великому человеку пытаться что-то изменить? Может быть, не так уж и многое изменил Уильбер Форс, но для тысяч рабов, которые сохранили не только здоровье, но и жизни благодаря принятому акту о отмене рабства, я думаю, эта Личность, эта фигура останется прекрасным примером христианина, который не прошёл мимо проблемы, который действительно проявил то небезразличие, ту заботу, ту настоящую любовь, которую от всех нас ожидает Христос. Поэтому я верю, что такие примеры побуждают нас размышлять о своём месте в жизни, о своём предназначении, что я могу сделать, на что я могу повлиять. Может, это не так много, как влияние члена палаты общин, но тем не менее я верю, что у каждого из нас есть та сфера, на которую мы способны повлиять. И дай Бог нам силы и мудрости это совершить в нашей жизни. А мы встретимся уже на следующих передачах и поговорим о других влиятельных протестантах, которые оставили свой след в истории общества, в истории человечества. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, делайте репосты. Я думаю, такой информацией стоит делиться для того, чтобы сделать её более известной и более популярной. Спасибо, что были со мной. Спасибо. 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 Спасибо.